Руки. Это самая открытая часть тела. Мощные руки вызывают уважение и симпатию, а также возбуждают большинство девушек. Я запускаю двухнедельный марафон по прокачке рук. Программы будут как для дома, так для зала, так и для улицы. Приглашаю каждого из вас присоединиться к этому незабываемому событию. Прогресс будет у каждого. Ссылка в описании. Всем привет, друзья. Люди часто спрашивают, можно ли тренироваться каждый день. Давайте спросим у экспертов. Даня, можно ли тренироваться каждый день? Да, ребят, можно. Эксперт подтвердил. Андрей, можно ли тренироваться каждый день? Да. Отлично. Андрюх, можно ли тренироваться каждый день? Да. Отлично. Как вы слышали, все говорят можно, но не во всех случаях. Давайте разберем случаи, в которых можно тренироваться каждый день и случаи, в которых нельзя тренироваться каждый день. Итак, давайте начнем с тех вариантов, почему можно тренироваться каждый день. Первое, это, естественно, технические какие-то элементы, не силовые, на турниках, на брусьях и так далее, где вы делаете динамику, да, где такие технические элементы, где не задействуется сила в основном, какие-то там взлеты, там перекруты, там, не знаю, 360, 180 и так далее, где в основном идет динамика, а не какие-то силовые элементы, например, как там виз передний, либо выходы силой, вот тогда можно тренироваться, если у вас динамика. Второй случай, когда можно тренироваться каждый день, это когда вы тренируете разную мышцу каждый день, например, понедельник там бицепс, вторник трицепс, среда там ноги, четверг грудь, пятница, не знаю, чем-нибудь пресс и так далее. То есть каждый день можно тренироваться, если вы тренируете постоянно разную мышцу, и у вас не идет напряжение постоянно на одну и ту же мышцу, например, каждый день нельзя тренировать бицепс, потому что он не будет восстанавливаться, и результата от таких тренировок, естественно, не будет. Третье, каждый день можно тренироваться, если вы тренируетесь по-легкому, например, Каждый день тренируете там все мышцы, все тело на турник-брусье пришли, поджимались капельку, подтягивались капельку, пресачок поделали капельку. И так каждый день понемножку, по несколько подходов, типа размяться, знаете, как физкультура. Тогда вполне можно. Теперь, друзья, когда нельзя тренироваться каждый день. Первое, это когда вы тренируетесь с большими весами, пытаетесь увеличить там силу, какую-то, наверное, массу. То есть разные повторения от 1 до 6 увеличивают в силу в основном, от 6 до 12 увеличивают массу. Если вы делаете вот такие повторения с дополнительным весом, то, естественно, тренироваться каждый день нельзя. Особенно если вы тренируете каждый день одну и ту же мышцу, то у вас никогда с расстаться ничего не будет, никакого прогресса не будет. Проверил на себе. Потому что когда тренируешься каждый день, там подтягивания на максимум с дополнительным весом, то с каждым днем подтягивания все меньше и меньше становится. короче регрессируешь у вас мышцы там забиваются и уже не так активно начинаете подтягиваться как это было до этого следующий вариант когда нельзя тренироваться каждый день это если вы делаете какие-то силовые элементы на турнике на брусьях например выходы силой передний виз везде где задействуется сила то тогда нельзя тренироваться каждый день потому что мышцы также должны восстанавливаться срастаться и тогда у вас будет прогрессировать вот это все дело если у вас ничего не будет срастаться вы будете каждый день тренить то у вас естественно будет идти регресс а не прогресс поэтому в этом случае лучше тренироваться там распределить как-то например на два раза в неделю этого достаточно следующий пункт когда нельзя тренироваться каждый день это когда у вас идут тренировки на все тело то есть вы качаете абсолютно все тело и вверх и низ каждый день очень активно тогда вот нельзя тренироваться потому что естественно вы поняли да это постоянная нагрузка идет на все мышцы они не успевают восстанавливаться единственная причина да и даже если вы будете хорошо питаться то это не значит что мышцы будут восстанавливаться естественно питание должно быть всегда когда вы тренируетесь и правильно и неправильно питаться нужно всегда хорошо это единственный ключ к тому что у вас мышцы будут восстанавливаться если вы еще тренируетесь неправильно и питаетесь неправильно плохо то мышцы не будут восстанавливаться и вы будете просто оставаться на одном месте и прогресса никакого не будет друзья если вы узнали какую-то новую информацию, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и увидимся в следующем выпуске. Пока!